В прошлых выпусках мы узнали, как добывается природный газ. Для того, чтобы газ дошел до своего потребителя и загорелся синим пламенем на плите, ему необходимо преодолеть большой путь. Все это происходит благодаря газораспределительным системам, в работе которых мы разберемся подробнее сегодня. Меня зовут Кирилл, это проект ПМГФ Онлайн. Решение для нефтегаза 2020. Организаторы проекта – журнал «Газовая промышленность», «Газовый форум» и акционерное общество «Газпромбанк». Генеральный партнер проекта ОМК. Поехали! Ни для кого не секрет, что крупнейшим поставщиком газа на российском рынке является ПАО «Газпром». На внутреннем рынке компания реализует большую часть продаваемого газа. В 2019 году объемы продаж составили 253 миллиарда кубометров газа. Природный газ передается от места добычи к пунктам потребления через магистральный трубопровод. Далее из магистрального трубопровода он поступает в распределительный газопровод, где уровень давления снижается до 1,2 мегапаскалей. После этого газ поступает к потребителю, к предприятиям, больницам, школам, жилым домам через систему наружных газопроводов. Газораспределительная сеть является сложным технологическим комплексом газораспределительной системы. И на повестке всегда стоят вопросы ее технической эксплуатации, реконструкции, повышения уровня технического состояния и эффективности защиты. Протяженность газораспределительных сетей «Газпрома» на конец 2019 года составляла 802 тысячи километров. Для понятного восприятия это как слетать до Луны и обратно, и даже чуть больше. Технологический комплекс газораспределительной системы позволяет обеспечить природным газом население, промышленность, коммунально-бытовой сектор и сельское хозяйство. Еще больше поражают эти масштабы, когда задумываешься над тем, как все это хозяйство контролировать и содержать. При этом протяженность сети ежегодно прирастает тысячами километров. Без помощи тут не обойтись. Поэтому разработчики, специализирующиеся на технологии искусственного интеллекта и занимающиеся обучением нейросетей, видят для себя перспективы в решении наиболее актуальных проблем магистральной транспортировки газа, сетей газораспределения и газопотребления. Учитывая, насколько масштабной является газораспределительная сеть, нетрудно догадаться, какой колоссальный объем данных необходимо анализировать. Без искусственного интеллекта тут не обойтись. Например, «Газпром» газораспределение, начиная с 2008 года, оснащает газораспределительное оборудование средствами телеметрии на основе GSM-связи. За эти годы накоплен огромный объем данных по эксплуатации оборудования в штатном и аварийном режимах, который может характеризовать процесс возникновения и развития неисправностей в работе оборудования на газораспределительных сетях. Помимо вопросов, проблем и задач, которые лежат в невидимой цифровой плоскости, актуальными для сегмента газораспределения остаются все те же вопросы устойчивости и долговечности функционирования оборудования системы. Только одно дочернее общество «Газпром» газораспределение «Москва» обслуживает 1640 единиц запорной арматуры, 459 переходов через искусственные и естественные преграды, 7 газораспределительных станций, 32 газорегуляторных пункта, 140 станций электрохимической защиты и 41 шкафной регуляторный пункт. А сколько газового оборудования в масштабах всей страны, учитывая, что его эксплуатируют не только организации, но и частные лица. Поэтому поиск новых технологий и организационных решений, позволяющих обеспечить максимально сбалансированную, бесперебойную и, что сегодня не менее важно, комфортную поставку газа потребителям, никогда не прекращается. Так могут уйти в прошлое всем хорошо известные ШРП на фасадах домов. Компания «Фаргаз» предлагает альтернативный и эстетичный способ справляться со скачками и падениями давления. Речь про подземные шкафные газорегуляторные пункты, позволяющие разместить все необходимое оборудование для газоснабжения дома под землей. Пункт редуцирования газа подключается к сети среднего давления и не может устанавливаться на линиях коммуникаций. Не теряет своей актуальности разработка технологий для северных территорий страны, где постоянные морозы. Хотя этой зимой кажется, что север у нас везде. А поэтому способность работать при экстремальных температурах одна из важнейших характеристик. Единственные комбинированные регуляторы давления газа, специально разработанные и изготовленные компанией «Фаргаз» для использования в зимних условиях с температурой от минус 50 до плюс 50, регуляторы РФ «Арктик» эксплуатируются в России с 2014 года, в регионах Сибири, Дальнего Востока, Якутии, Центральной и Северо-Западных частях страны. Температура эксплуатации доходила до минус 56 градусов, что подтверждено официальными документами. С такими технологиями, как говорится, нам не страшны ни причуды природы, ни капризы погоды. Организатор проекта «ПМГФ онлайн. Решение для нефтегаза-2020» акционерное общество «Газпромбанк» предлагает универсальные решения для нефтегазовой отрасли. Какие именно, узнаем из их видеосюжета. «Газпромбанк» занимает лидирующие позиции по банковскому сопровождению крупнейших государственных и частных проектов. Мы создали инновационный продукт, который обеспечивает управление бюджетом проектов любой сложности на всех этапах и повышает эффективность инвестиций. Представляем банковское сопровождение контрактов. Это уникальная экосистема информационных сервисов, делающая максимально удобным и комфортным взаимодействие клиентов-участников банковского сопровождения с «Газпромбанком». Сервис, являющийся основой нашей экосистемы, автоматизированная система банковского сопровождения контрактов АСБСК. АСБСК позволяет получать платежи клиентов по отдельным счетам со всей федеральной сети в режиме реального времени. Получать и в автоматизированном режиме сопоставлять платежи и обосновывающие документы. Проводить автоматизированные контрольные процедуры, предусмотренные параметрами банковского сопровождения. Хранить и обрабатывать данные, получаемые от интегрированных с АСБСК систем. Формировать отчетность по проектам. Мы интегрировали АСБСК с основными банковскими системами и обеспечили непрерывный обмен актуальными данными, простоту и удобство принятия решений для наших специалистов. Уже сегодня в системе содержится информация о сотнях тысяч контрагентов, а также уникальная база данных, обосновывающих документов. И мы не планируем останавливаться на достигнутом. Какие сервисы для клиентов предусмотрены в нашей экосистеме? Портал приема обосновывающих документов. Сегодня портал – полноценный канал общения клиентов и Газпромбанка в рамках банковского сопровождения с удобным интерфейсом и простой навигацией. Портал приема обосновывающих документов – это полноценный личный кабинет, где клиент может передавать в банк обосновывающие документы, необходимые для мониторинга расчетов без посещения офиса банка. Отслеживать в режиме реального времени статус исполнения распоряжений на перевод. Узнать контакты каждого специалиста, ответственного за рассмотрение каждого распоряжения на перевод. Обмениваться дополнительной информацией по банковскому сопровождению. Интерактивная отчетность. Одним из важнейших преимуществ банковского сопровождения является формирование для заказчика отчетности о результатах расчетов всех участников проекта. От того, как, в каком виде, с какой периодичностью предоставляется такая отчетность, зависит информированность заказчика о ходе реализации проекта и его скорость реагирования по потенциально рисковые события. Накопленный Газпромбанком опыт банковского сопровождения, понимание запроса рынка и лучшие практики в этой области были заложены в основу создания сервиса «Интерактивная отчетность», аналогов которому на рынке не существует. Сервис представляет собой конструктор данных. Каждый заказчик может сформировать отчет именно по тем параметрам, которые ему сейчас необходимы. Сервис строится на трех принципах. Интерактивность. Заказчик видит каждую операцию по счету и каждый факт открытия отдельного счета в проекте в режиме реального времени. Гибкость. Конструктор позволяет собрать набор данных под любой запрос. Доступность. Система наглядно демонстрирует все основные показатели по проекту. Еще один уникальный сервис в экосистеме БСК – «Риски бизнеса». Сервис «Риски бизнеса» ответит на важные для заказчика проекта вопросы. Ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство? Есть ли у контрагента заложенное имущество? Соберет данные о платежной дисциплине контрагента? Проверит связи контрагентов. Предоставит расширенную справочную информацию о контрагенте. Сервис «Риски бизнеса» интегрирован с автоматизированными системами банка, внешними аналитическими и информационными сервисами. Благодаря данному сервису мы предлагаем заказчикам риск-ориентированный подход к проектной деятельности и можем комплексно оценивать привлекаемых к реализации контрагентов, а также присваивать рейтинг благонадежности. Так мы делаем бизнес наших заказчиков безопаснее. Еще один сервис – личный кабинет по банковскому сопровождению на электронной торговой площадке. Личный кабинет обеспечивает электронный документооборот между всеми участниками, задействованными в процессе банковского сопровождения. В личном кабинете клиент может подать заявку на банковское сопровождение, согласовать платежи, отслеживать сроки выполнения этапов работ ответственными участниками, передавать отчетность заказчику. Также здесь периодически выходят информационные рассылки с полезными для участников процессов банковского сопровождения кейсами. Мы постоянно совершенствуем наш продукт. Вот только малая часть сервисов, которая сейчас в разработке. Мобильное приложение интерактивной отчетности. Личный кабинет по банковскому сопровождению 2.0 Инновационная универсальная платформа для межбанковского и трансграничного сопровождения, расширяющая горизонты бизнеса банковского сопровождения. Газпром Банк. Ваши инвестиции в надежных руках. Через 5 лет Газпром намерен построить еще более 24 тысяч километров газопроводов. Похоже, что скоро протяженность газораспределительных сетей будем измерять количеством полетов на Марс и обратно. Так что без инновационных разработок никак. На сегодня это все. С вами был Кирилл. До встречи вновь на нашем канале.